Беспилотник в Новошахтинске, а также некоторые моменты по той самой Сайре, но также новое высказание товарища Байденко о том, что есть противостояние на выносливость между Россией и Европой. Ну а также тяжелейшее положение ВСУ в районе Лисичанска. Фактически, как отмечают многие эксперты, там котел. Приветствую, друзья, сводки из фронтов Украины, не только 22 июня, день. И начну я, конечно же, с резонанснейшей темы, это прилет беспилотника в Новошахтинск и повреждение нефтеперерабатывающего завода. Полную версию, то что я думаю, можно посмотреть на моем телеграм-канале, а также весьма интересная информация, частично по той самой Сайре. Дело в том, что сейчас, конечно же, войска информационно-психологических операций Зеленского, назовем их так, Зелиберда, конечно же, сейчас понесли информацию. И в комментариях, конечно же, задаются они вопросом, а как же то самое ПВО, и опять подтягивают тему Сайры. Но, в общем, друзья, можно сказать следующее, что ПВО никакое не гарантирует стопроцентной защиты. Это раз. Второе. У команды Зеленского и его кураторов на одном из первых мест как раз-таки психологический фон того, что происходит, а не реальная ситуация, к примеру, на Донецко-Луганском направлении, где уже ряд источников, в том числе западных, отмечают, что фактически там котел и окружение крупной группировки бойцов ВСУ. Но информационное пространство, прежде всего, внутри Украины отвлечено тем, что вот на Новошахтинск обрушился беспилотник Зеленского. Ну, а также опять тему Сайры поднимают. Ну, а также в результате вот этой информационно-психологической спецоперации как-то незаметным фоном проходят различные атаки на военные объекты Украины, где, в принципе, нанесены очень серьезные потери и соответствующее видео есть также на моем телеграм-канале. К примеру, опять же, были крупные прилеты в Одесскую область в течение этих нескольких дней, в Николаевскую область, в другие областя, где подвергались атакам военные объекты Украины. Ну, а из геополитических нюансов очень многих уделило, везде практически, заявление в администрации Байдена о том, что противостояние на выносливость между Россией и Европой как-то странно. То есть, Соединенные Штаты Америки почему-то не назвались в этих противостояниях на выносливость. Но касаемо, опять же, выносливости, я думаю, тоже многим прекрасно все понятно. Особенно, а как будет развиваться эта выносливость с осени, когда потребуется большое количество различных ресурсов, начиная от энергетики и заканчивая, конечно же, продовольствием. Напомню, что именно Китай и Россия делали запасы продовольствия, особенно Китай. А в Европе из-за определенной фермерской политики сейчас наблюдаются массовые протесты, потому что даже на фоне таких вот кризисных явлений, которые развиваются в мире, в вопросе продовольствия, с фермерством в Европе весьма все очень сложно. Учитывая, опять же, энергоресурсы, удобрение это еще все усложняется. Поэтому, конечно же, можно отметить, что Байденка лучший. Действительно, о своих формулировках и констатации факта, о некой борьбе на выносливость. Пока, друзья, у меня все в этом срочном выпуске. Подписываемся на телеграм-канал, дальше будет.